Завтра, 19 июля, в Чувашском драматическом театре премьера. Спектакль «Аниса» по пьесе Александра Колгана. Действия разворачиваются в чувашской деревне конца 19 века. История актуальная во все времена. Несчастная любовь. В одной чувашской деревне живет девушка с красивым именем – Аниса. Она из бедной семьи, но мечтает выйти замуж по любви за своего жениха Кирука, который уехал на заработки в Сибирь. Чтобы как-то помочь своей слепой матери, она устраивается работать в богатую семью. Так начинаются все ее злоключения. Для молодой актрисы Эмилии Назаровой это третья серьезная драматическая роль в карьере. Я очень благодарна, что мне дали такую роль. Роль на вырост, я считаю. Аниса – девушка, чувашская девушка, девушка из бедной семьи, покоряется во всем матери, слушается, подрабатывает у богатых людей, полоть ходит, ходит убираться. Она очень любит своего жениха, который уехал в Сибирь на заработки, на шахту. И она дожидается его. Она хранит эту любовь, она защищает эту любовь. На новом месте работы Анисе не дает прохода сын хозяев. Я играю героя, антигероя Менти. Это человек из богатой семьи, который не может ничто не пропустить, что увидит деньги, власть. Все должно пройти через его руки. В небольшой деревне, где они живут, все девушки, которые живут, растут, они все прошли через руки Менти. Этой участи не удается избежать и главной героине. Она не отвечает взаимностью на чувства Менти, и тот добивается желаемого силой. Мы не будем раскрывать сюжет до конца, но тот, кто знаком с чувашской классикой, пожалуй, догадается, что произойдет в конце. Я долго зрела к постановке этой пьесы. Зрители очень просят национальную классику. Очень хотят классику, и поэтому мы вот как бы, да и сами, честно говоря, соскучились по классике. Чем она привлекла? Прежде всего, современностью, наверное, актуальностью. Актуальную во все времена историю дополнит современная хореография, оригинальная музыка и костюмы. Ольга Пырочкина, Алина Сусметова, Валерий Резюков, Республика.